Всех приветствую на канале Мир Пиво, с вами Юлия Сергеевна. Сегодня будем дегустировать кислый эль. Смузи кислый эль, манго и маракуйя. Вот такая вот яркая банка, трудно ее не заметить на полках. Какие-то вот из носа, изо рта, из глаз струятся, ароматы чего-то. Наверное, манго и маракуйя. Странная картинка, конечно, и название тоже странная. Доза. Ну, примем же дозу кислого этого эля. Значит, что нам указывает еще производитель. Густой и насыщенный кислый эль, яркий аромат и вкус манго и маракуйя, умеренная кислотность и консистенция смузи. Значит, экстрактивность 16, алкоголь 6, PH 3 и 5. Ты смотришь на мир и он становится другим. Цвета ярче, вкус сочнее. Взгляни на лица людей, они расслаблены и улыбаются. Попробуй заговорить с ними и поймешь, что каждый настоящий философ. Когда краски померкнут, с тобой останется прекрасное воспоминание. И ты точно знаешь, где взять еще. Да. Где это такие у нас люди, расслабленные и улыбающиеся. В клубе, возможно. Или на каких-то посиделках тайных. Давайте и мы приобщимся к этим людям, расслабленным и улыбающимся. Примем дозу этого кислого эля с консистенцией смузи. Ух ты! Уже слышу аромат детской пюрешки. Ну да, такое вот мутненькое. Похожа консистенция на пюрешку. Пена немного, но вот такой вот цвет. Такой вот мутно-желтый какой-то. Здесь-то цвет поярче. Ничего, ощутим аромат. Ну да, вот аромат пюрешки детской, яблочной какой-то. А, ну да, вот вкус. Аромат, да, манго. Маракуйю я вообще-то и не пробовала никогда. Ну да, вот аромат есть. Сначала просто пюрешка, вот ассоциации такие. Сразу вот почему-то такой вот образ создался яблочного детского пюре. Вот так сейчас внюхиваешься, да. Слышно аромат таких вот тропиков, фруктов не нашей полосы. Ну, интересно, интересно. И даже какой-то немножко овощной аромат, я бы сказала. Не только фруктового пюрешки, еще и овощного детского пюре. В общем, интересный аромат, товарищи. Пишите, что же вы ощутили. Попробуем. Послушайте, во вкусе тоже какой-то, как будто такой пэ-пэ-коктейль из сельдерея. Не знаю, мне больше по вкусу какое-то реально овощное смузи. Ну, то, что это кислый, кислый эль, да, с первых глотков, конечно, ощущается. Кислинка доминирует во вкусе. Кислинка. Консистенция, да, такая вот плотная. Кислинка. Ну, она не совсем такой вот кислый-кислый прям. Ну, такая вот кислинка. Хорошо ощущается. Плотная. Ну, вот аромат какой-то, не знаю, для меня какой-то отталкивающий. Есть вот эти нотки какие-то овощные, как будто бы. Сначала как будто яблоко было, да, потом все-таки тропики так вот, приятный такой вот аромат пошел, а потом вот накрылась все-таки каким-то овощным таким вот шлейфом. Не знаю, тыква, что-то такое непонятное. Ну, консистенция плотная, кисленькая. Карбонизация такая умеренная. Кислинка тоже, вот, не пойми, какая вот, не лимонная же, но вот, какая-то вот, какая-то, ну, вроде как, и лимонная кислота, как будто бы. Неестественная. Ну, а так. Ну, алкогольных ноток нет, естественно. Все это вот кислинка, овощно-фруктовый такой вот аромат. Ну, такой вот стиль, товарищи, кислый эль. Я не любитель такого стиля, но вкус манго и маракуйи я тут не ощутила в полной мере. Ну, то, что предвкушала, да, не ощутила. Такое вот двоякное какое-то впечатление. Ну, да, густой, насыщенный, плотный. Ну, вот такой вот вкус я не поняла. Ну, то, что кисленький, да. Кто любит кислые, пожалуйста, попробуйте, напишите свои впечатления. Если будем, ну, как ставить оценку, да. Ну, алкоголь скрыт. Да, вот не ощущается он ни во вкусе, ни в аромате. Консистенция приятная. Пиво плотное, кисленькое. Такое не совсем, что прям сводит все. То есть такой вот соответствующий стилю, сказала бы я. Ну, поставлю ему три с половиной. Можно было и выше, если бы вот больше фруктовости было, сладости. Именно вот обещанных, обещанных вот этих вот нюансов. А я почему-то не ощутила их. Пиво разлито 18 декабря 2019 года. Пробуйте, пишите свои впечатления. Обязательно почитаю. Очень интересно, как вы воспримите этот экземпляр. А с вами была Юлия Сергеевна. До следующих дегустаций. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!